Первое межрегиональное гибридное мероприятие для подростков страны «Метап Юниор» прошло в городском округе Люберцы. Оно объединило школьников старших классов, представителей бизнеса и экспертного сообщества. Участники встречи ознакомились с проектами и инициативами подростков, а также обсудили вопросы поддержки юных разработчиков. Подробности в сюжете моих коллег. Мой проект называется «Разработка концепции реставра в платформе». Идея появилась еще с мая прошлого года, когда мои друзья предложили участвовать мне в музыкальной группе. Тогда шли первые репетиции, создавались первые песни, и стоял вопрос о том, где же мы будем давать свой первый концерт. На макете Рестапаба сцена, инсталляция картины, предметы мебели – все расставлено по своим местам. На создание уникальной платформы у Софьи Гостевой ушло несколько месяцев. Готовится презентовать ее на Всероссийской олимпиаде школьников, которая стартует в конце месяца в Казани. А сейчас ученица 11 класса показывает свое детище в стенах родной 16-й гимназии. Здесь открыли серию межрегиональных митапов для подростков со всей страны. Это ребята, у которых уже есть свои проекты, либо есть идеи, которые они хотели бы представить. Сегодня у них первый этап. Они обкатывают эти идеи на экспертном сообществе. Сегодня задача их выступить, уложиться в отведенный тайминг. Это три минуты. Получить обратную связь, доработать свой проект, чтобы в рамках Питерского международного экономического форума в июне этого года уже представить свои проекты коллегам из Сбербанка, из Роснана, из Росатома. Проекты представили 10 школьников из 10 субъектов Российской Федерации. Большее количество участников из Московской области. Каждый из них отстоял право выступать на этой площадке. Прошел отборочный этап в своем регионе. Школьный проект, который мы сегодня рассмотрим, это идеи ребят, которые нуждаются в поддержке, в так называемом обертывании проекта для инвестора, ну и потенциальных инвестиций тоже требует. Я уверен, что некоторые проекты, которые сегодня будут презентованы на этой питчинг-сессии, получат такую поддержку как от российского движения школьников, так и от потенциальных инвесторов. Направления проекта разные. Общественно значимые, спортивные, научные. Перед презентацией работ участники встречи выслушали по видеосвязи своих сверстников из разных уголков России. Юные спикеры рассказали о возможностях самореализации подростков в своем регионе.